Всем привет! С вами новостная вырезка. Спасибо, что остаетесь с нами. Алла Пугачева в беседе с Познером поставила себя выше всех в серой советской эре. Не стоит думать, что Алла Пугачева каким-то особенным образом изменилась только теперь. К публике в России и собственному статусу она всегда относилась одинаково. Так, в беседе с Познером она поставила себя выше всех в серой советской эре. Несмотря на то, что телевизионный журналист Владимир Познер после начала специальной военной операции России на Украине профессиональную деятельность в нашей стране приостановил, а площадки, связанные с его именем, онлайн все еще действуют. Например, на платформе Дзена вышла расшифровка интервью Владимира Познера с Аллой Пугачевой. Надо сказать, довольно давнее интервью. Но уже тогда было ясно, каково самомнение артистки. Познер интересовался так называемым «феноменом Пугачевой». Мол, почему она настолько популярна в России? Сама артистка заявила, что ее популярность, по всей видимости, связана с тем, что она поднимает все женские темы и сама позиционирует себя не как певицу, а как женщину, которая поет. Журналист, выслушав такую характеристику творчества, предложил несколько других формулировок. Например, из самой авторитетной энциклопедии «Британика», как он выразился. Там говорится, что Алла Борисовна Пугачева – популярная русская певица, известная своим уникальным сочетанием славянской музыкальной чувствительности и западной музыкальной эстетики. Пугачева с такой характеристикой согласилась. Но вот что забавно, даже имея на руках документ с подобными выводами «Британики», за все время она не потрудилась перевести сказанное по ее собственному заявлению. Впрочем, куда больше Пугачевой понравилась другая характеристика, приведенная Познером. Он цитировал реплику из «Нью-Йорк Таймс», где говорилось, что в серую советскую эру Алла Борисовна была сиянием цвета, света и жизни. За честность такого рода, особенно в системе, которая возвела ложь на уровне политического кредо, она была обожаема. Журналист поинтересовался, как артистка оценивает такой вариант описания своего творчества, а Пугачева в ответ не постеснялась поставить себя выше всех и сказала, «Вот видите, вы меня спрашивали, а здесь так красиво написано. Я согласна, и я подписываюсь». Впрочем, в следующих репликах певица попыталась сгладить углы, настаивая, что меньше всего она думает о регалиях и о себе, выстраивая карьеру. Впрочем, теперь верится с трудом. Такая вот новость, дорогие друзья. Ну а что об этом думаете вы? Пишите свое мнение в комментариях, а также не забывайте подписываться. Всего хорошего.